Есть люди, которые видят только деревья, а лес никогда. Роман Савчкин Компания Келомаркет Сегодня мы очередной раз находимся на нашей производственной площадке На самом севере Карелии И в этом выпуске хотим по большей части поговорить о самих объектах В предыдущем выпуске мы говорили больше о механизации работы Это тоже немаловажно Почему это стоит денег, в чем есть сложности, какие есть нюансы Как происходит подвоз бревна, как он выкладывается возле стеновых комплектов Поднимаем его к срубу, к стеновому комплекту Очерчиваем, снова опускаем, выпиливаем пазы и чаши, снова поднимаем Весь этот процесс занимает достаточно серьезное количество времени В зависимости от объекта Это может быть небольшой объект, который можно изготовить за месяц А есть серьезные глобальные объекты С серьезными конструкционными особенностями И, соответственно, времени для этого потребуется прилично больше Это объясняет всю нашу работу Самую основную, которая происходит именно на производственной площадке Конечно, потом мы занимаемся, монтируем кровлю, отделочные работы Это все само собой Но рождается стеновой комплект именно здесь, на нашей площадке ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Начнем с административного строения парк-отелем, который мы строим в Горно-Алтайске ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если по-простому, это строение предназначено под ресепшн, в этом помещении будут находиться администраторы, которые будут принимать желающих посетить парк-отель, а все остальное это уже зона ожидания. Конечно, с панорамным остеклением, с видами на красоту природы Алтайского края. Вы только посмотрите на эти массивные столб, вы только посмотрите на эти массивные столбы, их диаметр 500-600 миллиметров. Такое строение точно не оставит равнодушным ни одного клиента. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Административное строение в Горно-Алтайске это вообще интересная история. Заказчик к нам прибыл совсем по другим задачам. Это банный комплекс, серьезный банный комплекс. Там планируется порядка 10-15 строений. И обсуждения были насчет конкретно банного комплекса. Но после того, как заказчик увидел наш новый офис на территории шоурума, который мы не так давно построили, о нем тоже уже рассказывали в предыдущих выпусках, он очень заинтересовался. И у него сразу родилась идея, какое себе основное административное строение, которое будет первым, самым первым будет встречать его клиентов, будет попадаться на глаз. Это очень важно для коммерции. И в целом о коммерции чуть позже мы отдельно еще поговорим. В общем, он остановился на формате точно таком же, как наш новый офис. Это очень интересный формат. Это мы уходим от классического строения. И здесь у нас бревна представляют собой вертикальные столбы, которые обвязаны балками, на которые упирается бревенчатая стропильная система. Конечно, мы также и используем классическую стропильную систему. И затем потолки зашиваются доской, либо еще какие-то варианты отделки. Их довольно много. Также открытая стропильная система, но не из бревна. Формат, который уводит в современность, в современный такой стиль. И также довольно часто используем. Но бревенчатая стропильная система, это я бы сравнил как максимальная комплектация. То есть, это такое строение, которое, посмотрев на потолок которого, никто не останется равнодушным однозначно. Это будет... Вот смотришь и прям восхищаешься. Это бомба, как это выглядит. И здесь это решение подчеркивает между собой еще и столбы, еще и панорамное остекление, которое будет установлено после монтажа стенового комплекта. Точно так же, как у нас в офисе, в шоуруме. Ну и в целом, Дарья уже рассказала, для чего это строение предназначается. Ну, хотелось бы добавить, что там есть еще одна особенность. Это стеновой комплект, сруб, внутри строения. Если у нас в шоуруме в офисе этого нет, у нас все открыто и по центру стоит столб несущий, то здесь это специально отведенное помещение. Это полноценный сруб внутри помещения, который дает возможность для персонала находиться в отдельном пространстве внутри. Как вы можете увидеть на обзоре, специально предусмотрены окошки. То есть будут сидеть администраторы, будут принимать посетителей, принимать своих клиентов. По срокам строение уже полностью готово, промаркировано. И на следующей неделе будем его разбирать, грузить, отправлять в Горный Алтайск. Но, кстати говоря, в Горный Алтайск мы не только административное строение строим. Также у нас туда планируется еще 9 банных комплексов, которые будут поэтапно изготавливаться. И, соответственно, это будет такой общий парк-отель, довольно крупный по масштабности. Мы не остановимся на 9 объектах, возможно, это пойдет дальше. Будем уже смотреть по обстоятельствам. Также мы получили заказ на строительство и разработку банного комплекса. Но это не обычный банный комплекс. Это, есть такое слово, интересное каворкинг. По-простому, каворкинг – это коллективный офис. Но в нашем случае это как бы банный комплекс, в котором есть возможность работать. С виду ничего особенного. Есть парная, большая просторная парная, две раздевалки, мужская и женская. Конечно же, два санузла, комната отдыха, прихожая. Но внимание на комнату отдыха. Это не просто комната отдыха для посидеть, расслабиться, отдохнуть. А это именно рабочее пространство, совмещенное с отдыхом. То есть, там будут рабочие места, будут расположены техника офисная, компьютеры. И, находясь там, ты работаешь, твои коллеги отдыхают, потом вы меняетесь местами, ну, что-то в таком формате. В общем, задумка очень интересная. Сотрудник очень хорошо поработал, ты решил его отблагодарить и отправил в Шерегеш. Он там отдыхает, наслаждается природой и при этом эффективно работает. Здесь у нас строится баня в Красную Поляну, город Сочи. Классическая баня общей площадью 100 квадратных метров с просторной гостиной, с кухней-столовой и спальней. Средний диаметр бревна здесь 400 миллиметров. И это явно выделяет баню и привлекает к ней внимание. Следующий объект это Красная Поляна, город Сочи. Там у нас, как все знают, горнолыжный курорт. Мы туда строим стеновой комплект. Баню. Это будет баня. Примечательно, она по большей части диаметром бревна. Даже сейчас, когда на площадке довольно много объектов, она на себя принимает огромное количество внимания. Хочется подойти, рассмотреть бревна снова и снова. Это очень внушительно. К сожалению, камера не всегда это передает, но в жизни они смотрятся очень массивно. Нижние венцы начинаются с диаметра 500 миллиметров. И постепенно поднимаемся 400, закончим на 380. Средний диаметр бревна это 400 миллиметров. Мимо такой бани точно никто не пройдет. Это массивность бревна, это очень смотрится эффектно. Но есть один нюанс. Можно выбрать диаметра поменьше, не потеряв абсолютно никак, если это диаметр 260 или 300, к примеру. Многие заказчики переживают, что а не будет ли холодно мне в доме или в бане. Здесь важно качество рубки. Если сруб срублен качественно, то никаких проблем у вас не будет. И вы не замерзнете ни в бане, ни в доме. Поэтому 400 диаметр бревна это по большей части визуальный эффект. Это внешний вид. Это тоже крайне важно в наше время. Особенно для коммерции это очень важно. Но здесь основная задача именно визуал. Конечно, там баня будет не одна. Это первая баня. Заказчик нас смотрит, знакомится, проверяет таким образом. Бань будет довольно много. Мы начали пока с одной бани. Важным условием по срокам было уложиться до нового года. И баню должны сдать полностью с интерьерными решениями, с мебелью, с декорациями, со всевозможными. То есть полностью под тапочки мы должны ее сдать до нового года. То есть чтобы баня уже полностью могла эксплуатироваться. Подведу итог касательно коммерческого бизнеса. В наше время это все больше набирает популярность. Каждый день общаемся с заказчиками и доносим это. Хочется об этом упомянуть еще раз. То есть это практически полное отсутствие усадки. Бревной Кела не требует абсолютно никакой обработки. Ни шлифовок, конопаток, покрасок. Все это не нужно. За счет всего этого максимальные сроки. То есть для коммерции это крайне важно. Когда ты вложил финансы в строение и уже через полгода стеновой комплект у тебя стоит. А то и завершенный и готов под сдачу в зависимости от площадей. Все же деревянное домостроение для различного рода парк, отелей, горнолыжных курортов. И в целом банных комплексов, банных деревень. Это очень важно. Чтобы это было именно из дерева. И здесь, конечно, Кела это просто самый, насколько это возможно, уникальный, долговечный, не требующий никакой абсолютно заботы материал. Мало того, и скорость строительства, она максимально, насколько это возможно, быстрая. Соответственно, для коммерческого бизнеса Кела это, наверное, самый выгодный, интересный материал. Поэтому здесь развитие только идет вперед. Перейдем к дому общей площадью 330 квадратных метров, средним диаметром 300 миллиметров, в Тверскую область. Это дом для молодой семьи и вроде бы большой по площади, но на самом деле помещений внутри немного. Из основных это кухня-столовая-гостиная. Ее площадь почти 100 квадратных метров. Остальные площади приходятся на мастер-спальню с отдельным санузлом и ванной комнатой, на террасы, прихожую и гостевую спальню. На втором этаже детская и игровая комнаты. Заказчик прибыл к нам в шоурум, расставил задачи таким образом, что начать нужно с дома. Дом должен быть довольно просторный. Подключилась супруга заказчика. На этапе проектирования мы довольно трудоемкую работу проводили по расстановке, по площадям. Также мы будем далее строить баню. Диаметр бревна заказчик выбрал крупный, как вот мы приводили пример с Красной Поляной, Сочи. И гараж для лодки тоже будет бревенчатый. Но начали с дома. Дом у нас в процессе. Процентов на 20-30 уже, в принципе, видно скелет, уже видно, что почти на глазах растет. Но работа еще предстоит. Месяца два еще точно будем его изготавливать. Здесь хотелось бы сделать акцент на том, что, несмотря на площадь дома, она довольно внушительных размеров, это 330 квадратных метров с террасами, очень большая площадь отведена к кухне, столовой и гостиной. Здесь Дарья уже об этом проговаривала, но хотелось бы сделать акцент, что планировка нестандартная. Дом огромный и огромная комната отдыха, помещений не так много, как могло бы быть. И небольшой второй этаж с детской, игровой. Дом Московскую область. Средним диаметром бревна также 300 миллиметров. Общей площадью 125 квадратных метров. Этот дом более компактный. Здесь две спальни, просторная кухня-столовая и даже есть рабочий кабинет. Второй этаж не предусмотрен, но за счет угла наклона кровли антресоль довольно вместительная. История этого дома вообще очень уникальна. Здесь так совпало, что заказчики, которым изначально его проектировали, у них было желание, чтобы это было дом бани. В принципе, планировка этому соответствовала. А другой заказчик, он не знал, не мог определиться, какой он хочет дом. Мы ему предложили готовый вариант. Ему очень понравился, максимально подошел. Только есть один нюанс. Он хотел, чтобы там было вместо парной кабинет. Мы, естественно, немножко перепроектировали его, убрали парную, добавили кабинет и, соответственно, чуть-чуть переграли зону помывочной. Потому что там, где кабинет, она не нужна. И получился у нас полноценный второй такой же дом без бани. Дом довольно интересный, довольно классический, очень аккуратен по бюджету, что дает возможность заказчику рассчитывать, что не только можно спроектировать под него. Бывает такой случай, да, что заказчик, он по каким-то причинам не хочет проектировать строение. Это бывает редко, но бывает такое. И хотел бы рассмотреть какие-то готовые варианты. И если ему понравится готовый вариант, он готов его заказать. И вот этот дом стал одним из популярных домов для таких заказчиков. Уже два таких одинаковых дома мы изготавливаем. Бывает ситуация, что в мыслях и в мечтах у заказчика строение уже придумано, предусмотрено. Но на этапе проектирования границы расширяются, так же, как и расширяется бюджет строения. Как это часто бывает, подключается супруга, хотелось бы добавить библиотеку, гардеробную сделать, квадратов 50. И строение растет, растет, растет. Вместе с этим растет и бюджет. И как раз-таки благодаря таким популярным проектам, как я вам привел пример про дом Московской области, заказчику можно помочь. Можно предложить продуманное до мелочей строение, которое проверено не одним заказчиком, а несколькими заказчиками, которые выбрали его. И, соответственно, которое максимально оптимизировано и по бюджету, и по комфортности пребывания там. Разумеется, для определенной семьи. Потому что у одной семьи свои потребности, у другой свои. Но популярный объект, он, как правило, нравится большинству заказчиков, которые рассматривают подобные площади строения. Конечно, большие объекты преобладают над маленькими. Но и небольшие баньки, особенно с интересными решениями, мы также строим. К примеру, так совпало, что на одной неделе у нас посетило шоурум 4 заказчика. Все хотели баню 6х8. То есть площади и расстановка в бане была одинаковая. Но выбрали абсолютно разные комплектации. В первом случае, начнем с бюджетной комплектации. Это коробка, стеновой комплект. Коробка без фронтонов. Фронтоны будут каркаситься и будет зашиваться доской с двух сторон. Это, с одной стороны, экономное решение. С другой стороны, многим оно нравится даже больше, чем когда все полностью из бревна. Второй формат. Это баня полностью классическая, но диаметр бревна 260 мм. Которая также относится к бюджетному варианту. Но при этом классическая баня полностью из бревна рубленого. То есть и фронтоны из бревна, и сам весь стеновой комплект из бревна. Мы не говорим сейчас о высоком цоколе до подоконников. Все эти бани, они абсолютно одинаковые с классическим фундаментом. Третий формат. Это точно такая же классическая баня, но с диаметром бревна диаметром 280. Которая уже процентов на 20-15 дороже, чем предыдущая классическая из 26 диаметра. И самый формат интересный, с чего я начал обзор, вначале рассказывал. Это четвертая баня из 28 диаметра бревна и с бревенчатой стропильной системой. И с бревенчатыми желобами. Конечно, это самая по бюджету дорогая из них. И, наверное, самая внушительная и интересная своим внешним видом. Зарикой за темной речкой, жду я с милым нашу встречу. Но на утро, на рассвете, мы расстанемся на веки. В завершении хотелось бы сказать, что мы все же находимся на производстве, на производственной площадке. И нельзя про это не сказать. Это то, что любой из вас, из наших заказчиков, действующих, точнее, с кем мы уже работаем или с кем еще пока не работаем, всегда могут приехать на нашу производственную площадку, посмотреть все своими глазами, посмотреть на качество материала, посмотреть на руки, которые это делают. На мой взгляд, это крайне важно. Конечно, вы сможете не только потрогать материал и увидеть качество, но и как традиционно у нас случается, когда заказчики посещают нашу производственную площадку, они отправляются в небольшое путешествие. На машине, на снегоходе. Начальник производства принимает в этом участие. Может организовать и сани, покатать детей. Это такая душевная традиция, которая сложилась с годами. Конечно, не все могут прибыть на наше производство в связи с загруженностью, но те, кто приезжает, никогда об этом не жалеют. Это захватывает. Это та самая природа, которая изрождает ваши проекты. На наш взгляд, для любого человека, который заказывает у нас дома и бани, это интересно и как минимум познавательно. Наш выпуск подошел к концу. Следите за нами. Скоро выйдет бэкстейдж со съемок. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!